В связи с пандемией коронавирусной инфекции, расширенные приемы граждан руководством района не проводятся. Однако, обратиться за помощью к главе муниципалитета можно по телефону горячей линии или написать письмо в виртуальную приемную на сайте администрации. Именно так и поступили жители, о которых мы расскажем в первом материале. Все вопросы, поступившие по телефону горячей линии или на сайт, обрабатываются и перенаправляются для дальнейшего решения к заместителям главы района или структурные подразделения администрации в соответствии с тематикой обращения. Наиболее сложные вопросы поступают к главе района. При необходимости Роман Синеговский проводит личные встречи с заявителями, чтобы в ходе беседы прояснить все детали проблемы и помочь человеку. Так, к руководителю муниципалитета обратились жители МТФ-2 при Кубанского сельского поселения с просьбой сделать уличное освещение, наладить работу общественного транспорта до населенного пункта. Пообщавшись с заявителем, глава района решил выехать на место и уже там обсудить все вопросы. В ходе общения с жителями также поступила просьба сделать песочницу на детской площадке. Вот смотрите, детям маленьким песочницу бы сделать, вот сели, да, вот сейчас не это, мороси дождичек, навесик бы нам сюда сделать. Грибки какие-нибудь? Грибочки, да, вот детям грибочки маленьким, потому что детей очень много. Может по-хорошему здесь, может по-хорошему тут деревья немножко вычет, тенек чтоб был, да? Роман Синеговский дал поручение главе прикубанского сельского поселения заняться решением этого вопроса, также взять на контроль вопрос уличного освещения населенного пункта. И еще одно обращение поступило от жительницы улицы Крымской, Славенска на Кубани. Домовладение женщины находится рядом с железнодорожными путями. В связи с расширением ЖД путей и увеличением движения поездов, дом из-за вибраций начал разрушаться. Пожалуйста, сюда. И тут вот это, гляньте, весь пластик, весь уже отскакивает. Смотрите, по полу трещина полностью. Решать эту проблему муниципалитет неуполномочен, но и оставлять женщину без помощи нельзя. Поэтому было принято решение провести экспертизу вибрации, а также написать письмо в РЖД для устранения проблемы. А вот у жителей улицы Привокзальной другой вопрос, с которым они также обратились к главе района. У них нет канализации, источные воды периодически стоят на улице. Роман Сенеговский пообещал заняться решением данной проблемы. Ну, было и хорошо. Ну, в общем, мы будем, смотрите, вопрос может быть не такой быстрый. Будем искать сейчас оптимальный путь решения. Во-первых, Николая Ивановича будем разговаривать, может быть, какой-то вариант есть. Либо второй вариант, значит, еще будем тогда по инвестпрограмме, Александр Борисович говорит, через наш водоканал, значит, строить новые сети. Если у вас также есть неразрешимые вопросы и вам нужна помощь органов власти, звоните на телефон горячей линии 4-11-12 или пишите в виртуальную приемную главы района. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа События.